Это Вакуум, ребят И сегодня у нас будет на него обзорчик Так что всем здравствуйте Спасибо, что смотрите этот видос Но Мы сегодня будем снимать обзор на этот табачок Который я получил Когда был на смене в Нижнем Новгороде Там я же, конечно, всю почти Линейку ихнюю прокурил На смене Ну и надо будет немного поделиться этой информацией с вами Так вот Он идет Вот в таких вот прикольных баночках Пластиковые баночки С алюминиевой крышечкой и с прикольными принтами По вкусу у нас есть Фейхуа, я ее курил, попозже расскажу Земляника, я ее не курил Есть черная смородина, тоже я ее курил Черный ром я не курил Мята, собственно, как и обычная мята Ничего интересного Так, тезил я курил И это, наверное, самый топовый вкус А попозже расскажу почему Также в комплекте здесь есть такой муршечок С прикольной ландьярдой Есть наклеечки И есть, собственно, вот такая вот Брошюрочка, да? По брошюрке можно, думаю, немного будет поподробнее Разобрать О, нихуяся Она очень-очень такая веселая И давайте, собственно, посмотрим Здесь есть вкусы Их сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один Девять, четыре, пять, шестнадцать Семь, двадцать, двадцать Двадцать один, двадцать два вкуса Либо двадцать три вкуса Здесь всякая информация Создавая табак, вакуум, мы стремились достичь баланса вкуса и крепости. Скажу сразу, что по крепости создатели немножечко наврали. Ну, по крайней мере, я так ощутил. То есть я его покурил, и я понял, что он недостаточно крепкий, как написано. Авторские вкусы табака вакуум основаны на органическом сырье, способные передать натуральный аромат и оставить приятные послевкусия. Звучит интересно, звучит круто. Так вот, само сырье данного продукта – это бленд Вирджинии и Бёрли. И, ну, в принципе, как курица, он более-менее, то есть, как бы, ну, хорошо, но есть некоторые проблемы с некоторыми вкусами. Допустим, да, вот возьмем вкус фейхуа. Он максимально такой пластиковый, вот чуть-чуть не дотягивает до хорошего, такого нормального резкого вкуса фейхуи. А чёрная смородина – это топ тоже. Почему? Потому что это настоящий вкус настоящей чёрной смородины вместе с косточками, палочками и, собственно, самой смородиной. А чёрный ром я сейчас попробую вместе с земляникой. Есть кизил. То есть, если вы хотите сделать что-то максимально такое кислое и резкое, и у вас нету авзаловского ред черри, либо свит мелона, да, либо нахлы лайм лемон, нужно что-то кислое, то кизил в самый раз. Кизил – реально охуенный кислый вкус. Ну и, конечно же, вкус мята. Обычная мята очень освежает. С таким именно вкусом мяты. Больше, собственно, ничего сказать не могу. Так вот, цена за 100 грамм, я вроде говорил, да, это 550 рублей, и за 300 грамм, это такой формат хореки, 1100 рублей. То есть, грубо говоря, 100 грамм тебе в подарок. Мы, наверное, забьем сейчас все это на две чашечки. Забьем на фанел, скорее всего, сюда забьем ром. А на эстешечку, наверное, забьем земляничку. Для чего? И в основном все я это курил на классических чашках, то есть пятидыры и классические ревки, турки-хуюрки и так далее, да? Турки-хуюрки. И по крепости не очень мне это как бы сильно нравилось, потому что я ждал чего-то более-менее крепкого, но по крепости это примерно было как, ну, пятерка-шестерка максимум. И то, что заявляет производитель, то, что это крепко, немного не совсем крепко. Так, сейчас я уголечки скину, а то они у меня протлеют. Так, 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 так. И вот так, да? Поэтому мы сейчас все это забьем и посмотрим, как будет вести себя продукт, я уже, наверное, расскажу, когда буду все это курить. Но за то, что ребята сделали вот такой вот дизайн баночек, красивый, прикольный, да, яркий, за это однозначно, собственно, плюс. Заколбасил я две чашечки. У меня в эстешке это земляника, и в гармошечке, грубо говоря, это черный ром. Я понюхал черный ром. Смотрите, когда он начинает контактировать с воздухом полноценно, то ароматика очень сильно пропадает. Именно запаха. Когда открываешь банку, то ароматика прям мощная. Ну вот, короче, по сырью... Кстати, да, я на Маклауд поставил новое блюдце от Маклауда, и смотрится, куда пизжить, чем было раньше. По сырью оно достаточно хорошее. Оно такое классическое стандартной нарезки, и оно, самое главное, не ебанное варенье и не ебанная каша, да? И не ебаный пластилин. Так, сейчас я ваткну Калауд на чашечку. И начнем потихонечку греть. Также, с ним очень удобно работать. Это примерно вот так. Его можно и хорошенько спрессовать, и можно, соответственно, разложить его прям пышно-пышно. Это, наверное, большой плюс. Поставили чашечку. Сейчас все это прогреем и, наверное, раскурим. Греть, наверное, я буду без колпака минутки три. И потихонечку начну раскуривать. Прямо вместе с вами посмотрим, как сильно быстро он раскуривается, как сильно быстро он раскрывается, и насколько он дымный, чтобы примерно понимать, что к чему. Прошло примерно минутки четыре. Перед тем, как я начну курить, как я представляю себе вкус земляники. Это яркий, ягодный, хороший вкус. Прямо реально сладенький, приятный. Но как-то, как ребята заморачиваются именно на... Создание натуральных вкусов, да, типа 100% органик, типа 100% органический вкус, то тут, я думаю, будет не так сильно ярко, потому что ярко это более-менее мультяшно. Первая тяга неудачная. Вторая тяга тоже неприятная, такая отвратная. Сейчас я чувствую только сам табачный лист и какой-то неприятный жирный вкус. До сих пор жирность пропадает с каждой тягой. У меня такое ощущение, что я курю сейчас черный ром, то есть, а не землянику. Реально, вкус ягод в данном... Ну, я не чувствую никак. Немного мыльца появилось. Короче, чтобы понять полностью, как проходит раскуривание табака и как он меняет свою ароматику, раскуривайте их после трех минут курения и вы, собственно, поймете все его минусы. Дымность уже нормальная стала. Крепостей нет до сих пор. Я думаю, дальше вкуса больше уже не появится. Честно, от земляники я ожидал намного большего. Прям яркую такую землянику, хорошую, приятную, но, видать, не суждено, блядь, сбыться моим ожиданием. Не ловлю такой волны накуривания, потому что это мои первые кальяны. Как бы... Странно. Ладно, я сейчас немного покурю и как только, может, что-нибудь появится, наверное, через минут пять я включусь обратно и, собственно, попробую рассказать вам еще что-нибудь. Да. Прошло примерно минут семь, наверное, я покурил его, но ничего интересного с этого не вышло. Да, не спорю, другие вкусы топ, но земляника, она не получилась, поэтому мы сейчас, собственно, поставим сюда наш черный ром и я попробую его раскурить и посмотрю, как отдает своей насыщенностью, потому что пахнет он насыщенно, именно с банки. А с чашки он уже изначально немного при контакте с воздухом, то есть с такой площадкой, потерял свою насыщенность. Ну, сейчас, собственно, глянем. Я сейчас перекину чашку, нашу СТ-шку на фанал и попробуем прокурить. Но земляника, она не получилась сто процентов, так что сто процентов органики не получилась. А, собственно, раскурил я карибский ром. Ой, карибский ром. Да, я неправильно, да, я ошибся, но это не считается совсем ошибкой, потому что вкус идентичный, а может быть, даже и лучше карибского рома, и это черный ром от Вакуум. Прикольная вещь получается, что земляника была немного крепче, чем черный ром. С чем это связано, я не знаю, но могу стабильно сказать, что черный ром курится куда легче, чем земляника. Вкус, зато вкус куда ярче, приятнее и насыщеннее. Прямо реально топчик вкус, прям реально хороший. Кто любит вот такую вот ромовую пряность, да, то это самый идеальный вариант. Карибский ром довольно-таки круто, но получается из-за вкусов, которые у меня, их 6 штук здесь, да, то из всех таких вкусов самый беспонтовый оказался земляника. Самый беспонтовый оказался земляника. Поэтому все остальные вкусы более-менее топ. В принципе, да и цена вроде нормальная, я не знаю, ребята, ответьте, потому что платежеспособность у всех разная. Да и я табак в принципе не покупаю. 550 рублей за 100 грамм продукта, который, ну, курица, но не такой крепкий, как хотелось бы, при этом с очень интересной баночкой, комплектиком, таким, да, и с нормальными вкусами в линейке. Готовы ли вы заплатить такую сумму за эту баночку? Поэтому на этом все, как бы, это Дава Дым, это обзор табака вакуум. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok